всембокс братва с вами рома михайлов youtube канал всембокс уже в это воскресенье рано утром произойдет очередная битва между кэсси и youtube дана уайт спешно закупает таблетки карвал валидо чтобы как-то 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 сердце свое усмирить если мало ли что вдруг опять имидж кэсси придется немножечко подтопить как это было ранее вы видели все а что будет сейчас давайте поговорим ведь все-таки не дес парень конкретный не дес конкретная звезда не дес конкретный мазафакер и вот с этим мазафакером встретиться джек пол очень и очень многие что-то разводят какие-то базары вокзалы что это фу это вредит спорту это не бой это говнобой это то 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 и то кто вы кто вы они враги ли бокса вы если вы против популяризации бокса что сделали вы для бокса что сделал джек пол ребята джек пол это капитальный красавчик и друг бокса в 21 год он пришел только боксерский зал и конкретно конкретно полюбил бокс которому всегда отдавал должное уважение ребята у парня больше 20 миллионов просмотров вы просто вдумайтесь на какую аудиторию него идет пропаганда бокса ведь это не просто так я вышел подрался там неизвестно с кем как это начиналось начальники там брогер ксай-псай там гангам стайл я не знаю что там было о по гангам стайл сейчас это совершенно другая игра он дерется в профессиональном боксе он дерется с реальными бойцами или нет или бойцы к и все это нереальные бойцы это вопрос вы должны дать сами для себя ответ на этот вопрос а что джек пол джек пол не просто вот как я говорю выходит джек пол конкретно занимается боксом и несет это в массы потому что половина его контента по крайней мере в инстаграме состоит из его тренировок на огромную аудиторию более 20 миллионов среди которой очень много молодежи ну кто объективно смотрит контент джека пола ты смотришь я смотрю нет а может быть и да на огромную аудиторию на огромную аудиторию юных парней он показывает как круто тренироваться по боксу как круто выступать он показывает этот процесс и говорит очень хорошие слова о боксе он делает ивенты которые собирают огромное количество зрителей просто огромное количество зрителей и те люди те боксеры которые попадают в эти ивенты чтобы подраться в андеркарде они получают известность и деньги благодаря джеку полу уж так джек пол ведет зрителя в бокс джек пол ведет в бокс деньги так если джек пол делает это а что делаешь ты какие вопросы джеку полу есть у некоторых вопросы к нейту диосу вот нейт чё там выходишь бот с каким блогером кого он побил посмотрите кого он побил и это были пацаны другого веса ребята если вы не в курсе тот джек пол дерется весовой категории до 97 в круизер вейте как говорят профессиональном боксе а в каких весовых дрался нейт 70 77 подумайте об этом подумайте об этом и может быть это немножечко так скажем в отрезвит вас от ожиданий этого боя нейт ушел временно из кэси он может дед почему временно да он может держит хоть когда его смотришь на это понятно что он не собирается строить карьеру в профессиональном боксе нет он приходит джеком полом получить хайп получить деньги причем совершенно не крутя этот бой чтобы потом подраться с канарбеком еще раз канарбек все его ждет понимаете вот что ему интересно ему интересный кэфс ему тесно канарбек ему интересен реванш который уже заговорили представляете реванш по мма с десом да ну уайт придет будет просить со слезами джек пол пожалуйста выступив кэфси у нас на этом диусом сделай реванш но я чувствую такими темпами может уже дойти до того что данный уайтус самому придется выскакивать джеком полом потому что никто не может с ним справиться никто не мог с ним справиться до сих пор чтобы можем как мы можем судить вообще то есть подытожив это сто процентов конкретную пользу несет именно этот бой для бокса и вообще все что делает джек пол так что джек пол друг бокса. Друг бокса, друг друзей бокса. Если ты против Джека Пола, значит ты против друзей бокса. Если ты против друзей бокса, значит ты враг бокса. Вот такая простая арифметика. Что мы знаем о боксе Джек Пола? Да, в 21 год он пришел, стал заниматься Шейном Мозли, но ему уже 26. Вы думаете, он не понимает ничего еще в боксе? И он провел уже 7 боев, а у Нейта Диаса дебют. За эти 7 боев он потерпел только одно поражение, которое было в прошлом бою. Это поражение Томми Фьюри. Мы все вместе с вами смотрели этот бой. И вы прямо сейчас можете посмотреть этот бой в записи именно в том месте, где мы с вами будем смотреть в воскресенье утром прямую трансляцию того боя, о котором мы говорим сейчас в телеграм-канале Всембокс. Обязательно подпишитесь и в прямом эфире боями дивитесь. И что мы увидели в этом бою? В этом бою мы с вами увидели реального боксера. Пусть не до конца обстрелянного, но реального боксера против реального боксера. Потому что Томми Фьюри показал очень-очень-очень здравый, зрелый бокс. И как с ним бился Джейк Пол? Где-то было там переживание на лице, на яйце, но это переживание, оно там и осталось. Потому что в бою, бля, он дрался как лев. Он дрался как лев. Как всегда. Пацаны, кто такой Джейк Пол? Джейк Пол это не Логан Пол. Вы не путайте этих братьев. Я сам не понимаю. Вот только сейчас начинаю понимать, кто из них кто. Я смотрел у Джейк Пола только один бой с Тайс на Фьюри. И я понял, что он реальный боксер, который может, может устраивать конкретные бои. Он уронил Тайс на Фьюри, я уже сказал, прикиньте, я уже в будущее смотрю. А что нет? Когда да, в будущем Тайсон Фьюри против Джейка Пола. Ну тут уже мы с вами даже, понятно, тут уже бы вообще никакие разговоры не смотрели. А с Тайсом Фьюри сам боксирует в Ганре. Тайсон Фьюри, тут все пересекается. Все пересекается здесь. И вот теперь Джейк Пол на Одесса. На 12 лет Джейк Пол младше на Одесса. По габаритам в принципе они близки. Они в принципе близки. Даже говорить об этом не будет. Но вес, вес. Вес разный. Один в крузерах дерется, а другой, по боксерски говоря, в средних весах. По боксерски говоря, в средних весах. В средних весах дерется. Уже что? Уже что тут будет? Да будет жара. Потому что оба готовы драться. Оба готовы драться. Один конкретный мазефакер, который бывал в таких. Вот что? Единственный плюс на это Десса. Вы скажете техника? Да какая техника? У на это Десса падают руки после каждого удара. Не Десс не панчер. Он не супер боец. Но он боец, который победил Канарбека. Вы просто вдумайтесь в это. Боец, который победил Канарбека, самого хайпового бойца КФС, выходит против блогера. И если этот блогер победит его, то кто же тогда победит его в итоге? Только Дана Уайт сам. Только Дана Уайт сам сможет это сделать. Так вот. Техника, безусловно, у Джейка Пола ближе к боксерской. Как бы там Нейк Десс не занимался, смотришь, тренировался по боксу, тут, там, туда. Но все равно, друзья. Но все равно боксером ему не стать, потому что у него совершенно другая база. И, что немаловажно, бой будет проходить 10 раундов. 10 раундов по 3 минуты. И, ребята, уж поверьте мне, как бы ты не готовился, как бы ты не пытался переделаться, в тот момент, когда ты устаешь, ты становишься самим собой. Вот когда Нейт Десс будет самим собой, у которого руки падают после каждого удара, который много принимает, вот тогда будет настоящая жара. А жара в этом бою просто обеспечена. Потому что Нейт готов принимать. Он готов принимать и идти вперед. И готов драться. И в то же время у Джейка Пола есть держалка. У Джейка Пола есть держак. И у Джейка Пола есть удары. И Томми Фьюри. И Сильву в двух своих последних боях он уронил, хоть и нокаутировал, в последних восьмых раундах. У него есть удар на протяжении всего боя. То есть плюха у него конкретная есть. У него есть масса, у него есть плюха, у него есть техника бокса. Да, морально, конечно. Моральный победитель Нейт Диесс по-любому. Нейт Диесс просто глыба. Он был в воинах. Он был в конкретных воинах. Именно то, что он был в воинах, у него есть держак, гарантирует нам супер бой. Это будет реальная драка, бескомпромиссная. То есть это будет реально очень смотрибельный, интересный бой, в котором фаворитом является именно, именно YouTube блогер. YouTube блогер является фаворитом в бою со звездой KFC. Вы спросите, почему? Да потому, друзья. И судьи, ребятки, тоже изначально уже будут к этому готовы. Вы не забывайте, в любом случае Джейк Пол как продукт он сторона А. И в любом случае по очкам я сомневаюсь, что могут поднять руку Нейту Диессу. Учитывая, что Джейк Пол проиграл прошлый бой. Учитывая. То есть судьи на стороне будут в любом случае Пола. У Пола есть хорошие коронки. У Пола хороший левый боковой. У Пола хороший оверхенд. И что немаловажно, Пол может работать при движении назад. Что уже показывает, что он достиг не заоблачного, но определенного уровня бокса. Он может дать отскок, может накрыть справа. То есть он может противопоставить работу Диессу, если он пойдет вперед. Но пойдет ли он вперед и в чем самая большая сложность будет для Джейка Пола в этом бою? Не держать Диесса. Не то, что он мазафакер, а то, что он неудобный левша. Он левша. Левша это всегда сложность для, так скажем, не самого опытного правши. Даже для опытных профессиональных боксеров случаются, когда попадают сложные левши, случается самый сложный бой в карьере. И сейчас неудобный левша, у которого такого же практически роста, у которого такие же длинные руки. И он неудобен, он скользит. И реально Ней Диесс может работать и на дальней дистанции, и на ближней дистанции. На любой. Одно. И он может много валить. Вот эта сильная сторона Ней Диесса. Он может валить много ударов. В отличие от Пола, который зачастую работает не так много. Но Пол много думает. И это его только лишь плюс в этом бою. А минус Диесса, что несмотря на то, что он много работает, он очень сильно открыт в ударах. Он конкретно открыт. Он конкретно открыт, выходя на бой с пацаном, у которого есть плюха. Который может завариться в любом раунде этого боя. Этого боя, который может быть как-то непредсказуем. Не предсказуем, да, там, по результату. Кто там упадет, кто там победит, да, кто там проиграет. И есть стопроцентная уверенность, что это будет супер бой. И это будет реальная драка. Просто реальная драка. Рил мазефакера. С ютуб мазефакером, так скажем. Вот и проверим, кто есть кто. Ой, проверим, кто есть кто. Сломает ли, переломает все-таки Ней Диесс? Он может. Сломает ли, переломает? Напором. Держаком просто сквозь удар. Сможет ли нарезать? Или нет? Или нет? Или сделает свое дело и победит победителя самого кайпового бойца в KFC. И придется Дана Уайта уже выскакивать против него. Узнаем в это воскресенье, друзья. Приходите на прямую трансляцию телеграм-канала Всем бокс. Ссылка в описании. Ну, а главное, любите бокс, смотрите бокс, занимайтесь боксом и всем бокс.